Дорогие друзья, добрый вечер! Я рада приветствовать вас на очередной лекции из цикла «Петербург за парадным фасадом». Мне кажется, что мы столько всяких интересных людей. Мы пригласили в этом году, и действительно получился очень интересный цикл, который с разной степенью на самом деле интересен со стороны публики. Я так понимаю, что тема сегодня довольно узкая, и любителей гаражей у нас в городе оказалось меньше, чем, может быть, хотелось бы. Но спасибо, что вы пришли, и спасибо большое Ольге, потому что мне кажется, что это на самом деле очень интересно. У нас уже было несколько лекций, связанных с промышленной архитектурой тоже в том числе. Поэтому это вот продолжение этой темы. И я представляю вам Ольгу Ширыгину, это наша арея Московского гостя. Вот это у нас, можно сказать, по-моему, первый случай, когда у нас кастролирует иногородний лектор. Мы рады, потому что это, может быть, начало нашей практики, может быть, у нас еще потянутся кастролеры из других городов и стран. Вот. Поэтому я желаю вам хорошего вечера. Ольга про себя расскажет, наверное, подробнее сама. Вот. Я надеюсь, что вы приятно проведете время. Удачи. Хорошего вечера. Спасибо за представление. Ну, может быть, расскажу, да, действительно, пару слов о себе, и я отвечу на первый вопрос, который пока еще нет. Но, возможно, у всех он есть. Почему именно гаража? Начну, наверное, с него, потому что он, мне кажется, волнует в большей степени часто публику, почему это именно не то, что там трамвайные, троллейбусные, автобусные парки, которые чаще всего мелькают, почему это не коммунальный транспорт, почему это вообще не автомобили, а именно гаражи, то есть исключительно архитектура для частных или не частных, государственных, коммунальных и там подобных именно автомобилей. Ну, все достаточно просто. Я однажды увидела гараж, который у нас сегодня там будет, фигурировать. Мне захотелось знать, что это за здание, что это за объект. Я нигде не смогла найти информацию, и мне пришлось заняться изучением этой темы, и вот так вот постепенно гаражи захватили мою жизнь. Петербургские гаражи, и московские, естественно, ну и потом уже европейские, американские. Ну, то есть все то, что касается автомобилизма, в основном это первая треть XX века, то есть в России это где-то вот до 30-х годов, в Европе тоже где-то примерно. Ну, это, во-первых, как бы дореволюционный период и потом до окончания НЭПа, если говорить про Россию, про Америку, это начало Великой депрессии, ну и, соответственно, вот эти межвоенные годы, когда строительство было наиболее активно, но еще не появились типовые здания, которые, например, уже с 30-х годов захватили советское проектирование, потому что в 30-м был образован научно-исследовательский институт по гаражному строительству в Москве, и, соответственно, имел филиалы практически во всех крупных городах, в том числе в Ленинграде, и уже проектирование велось типовым способом. Ну, вот сегодня я говорю о дореволюционном опыте, он кажется таким необычным, потому что, когда говоришь о гаражах, все вспоминают московский объект, это гаражи Мельникова, самая известная, и говорят, ну как же, неужели до революции тоже были гаражи? Действительно, они были, они есть, они сохранились, я выхожу много, практически все сегодня объекты, они сохранились в Петербурге, но не в очень хорошем, к сожалению, виде. Какие-то из них эксплуатируются до сих пор, как гаражи, какие-то нет, какие-то пустуют, что-то переоборудовано под бизнес-центры, под жильем, ну, то есть совершенно разная у них судьба, хотя они могли бы эксплуатироваться до сих пор как гаражи. Ну, вот вопрос проблемы хранения автомобильного транспорта, они стали сразу же с его появлением. Это 90-е годы 19 века, когда впервые в Европе изобрели двигатели, бензиновые двигатели, самодвижущиеся экипажи стали возникать, то есть появляться вот именно такие средства транспорта, которые могли эксплуатироваться лично, то есть человек мог один им управлять, но при этом он был пожароопасен. Это вот первое и главное, чем отличается автомобиль от кареты, от лошади, от остальных как бы средств транспорта, он пожароопасен. Там хранится бензин, масло, покрышки, кожаный материал, деревянная обивка, то есть это очень пожароопасный как бы такой агрегат, который может сам воспламениться и сам сгореть. Поэтому его хранение требовало особых норм пожарной безопасности. И хранить автомобили, которые появились в каретниках, как кажется это логично, было невозможно, потому что в каретнике хранится карета, она сама не движется, она просто деревянная, она не может сам воспламениться и сгореть. У нее нет никаких жидкостей, которые могут вытекать, могут быть горючими и могут быть опасными для человека. Соответственно, он может задохнуться в помещении, когда включен мотор. Помещения для лошадей в конюшни также не подходили, потому что, во-первых, автомобили и лошадь не очень могут уживаться вместе. Все-таки автомобиль достаточно пахучий агрегат, и лошадь это может нанести вред для здоровья, поэтому вместе они никогда не контактировали. Понятно, что если для частных владельцев, у которых не был один автомобиль, там свой выезд, это достаточно состоятельные люди, они могли себе позволить делать все, что угодно. Хранить где угодно, ну, умерла у них, там лошадь задохнулась, это никого не беспокоило. Такие, да, были помещения переоборудованы из каретников, из электростанций, ну, все, что угодно, все, что попадалось на хозяйственном дворе, могло быть приспособлено. Но когда автомобили уже, когда они собирались больше двух, трех, то уже начинали распространяться, действовать нормы пожарной безопасности, которые были регламентированы городской управой. И Петербургская городская управа, она заботилась составлением вот этих норм и правил по пожарной безопасности, это были специальные документы, гаражи приравнивались к промышленным предприятиям, они шли по той же статье, что и, как ни странно, кинематограф, потому что там тоже хранилась горючая лента и все это вспоминялось. Соответственно, были специальные требования к материалам, которые должны были быть сделаны гаражей, то есть никакого дерева, никаких открытых печей, топок, ничего подобного, только каменные, ну, кирпич, железобетон, пустотелы, бетонированные блоки, металл, если есть дерево, там, ворота, например, то они примерно обшиты листами, очень большие требования к расположению гаражей в жилье, то есть в первых этажах домов или вот как на расстоянии, да, всяких бронмаворных стенок, уклоны, то есть это было очень серьезно и очень большое законодательство, которое пришло к нам из Европы, но редуцировалось в соответствии с отечественными нормами. Ну вот я начинаю с цитаты из Андрея Платоныча Нагеля, это, можно сказать, так известнейшее высказывание про хранение автомобилей. Андрей Платоныч был спортсменом, велосипедистом, автомобилистом, гонщиком, популяризатором, он был редактором главного журнала «Автомобиль». Он прожил очень долгую жизнь, жил он в доме, где сейчас музей Некрасова, на Литейном, у Караевского в семье. Возможно, какие-то связи его связывали с Караевским, потому что он в этой семье проживал все время. После революции он уехал за границу и умер уже в 50-х годах, работая на заводах парижских, Рено, в том числе. Оставил воспоминания свои очень интересные на Петербурге дореволюционном. Ну вот первое здание именно гаража было построено, известно, по документам, в 1899 году, и это запасной дом дачи великого князя Бориса Владимировича. Почему это именно гараж? Потому что на чертежах вот этот кусок здания, он так и называется, для моторов. То есть отдельно идет экипажный сарай, мы видим, отдельно идет там сбруйная, слесарная, бензин. Ну вот это для моторов, это говорит о том, что это как раз помещение для хранения автомобилей. Гараж не сразу стал гаражом, как слово. То есть этимология слова очень длинная, и он не сразу утвердилась, вот как мы сейчас знаем, как гараж, как место хранения автомобилей. Потому что это слово к нам приходило вместе с автомобилями. Автомобили к нам приходили из-за границы, из разных стран, из Англии, Франции, Германии, Италии и Америки. Но первые автомобили были, конечно, английские, французские и немецкие. Поэтому слова у нас, соответственно, были оттуда же. Гараж – это французское слово, от слова гар – хранение. То есть хранение для чего-либо, но мы его знаем как хранение автомобилей. Но вот так как мы видим здесь такой стиль английского коттеджа. Явно это сам проект, понятно, отечественного архитектора фон Гогена. Но саму дачу великого князя, она тоже в стиле английского коттеджа, ее строили, возможно, при участии английских специалистов. И слово «для моторов» – это именно английское слово. Потому что в английском языке первоначально гаражи, места для хранения именовались либо для моторов, либо стоило. от лошадей, понятно, это все прошло, но слово «гараж» еще не было даже употребляемо. Вот, к сожалению, немецкие обозначения гаражей к нам не привились. Это разные слова, и они зависят от количества автомобилей, хранящихся в гараже. В основном это паркхаус называются. Но это очень большие парковки, там на несколько сотен автомобилей, и чем меньше, тем там разные слова применяются. Ну, вот английская и французская «гараж» потом на российскую почву очень закрепилась. Но не всегда, но как бы до революции они использовались и для моторов, и гараж, и стоило, то есть совершенно по-разному, единого слова не было. И известное общество возрождения художественной Руси в конце уже девятьсот десятых годов, там на кону революции предлагала все эти слова заменить и называть там гаражи, там, для повозок, для самодвиживших экипажей места. Ну, вот, такие на русский манер больше. Карта небольшая расположение гаражей в Петербурге. Здесь очень интересно то, что гаражи располагались в Петербурге не везде, то есть не все улицы, не все районы были заняты, вот строительство велось в них. Понятно, что частные автомобили могли храниться где угодно во владельцу, и на начало где-то семнадцатого года в Петербурге было, ну, больше трех тысяч автомобилей зарегистрированных, ну, плюс еще какие-то приезжали, например, из других городов, ну, потому что владельцы их регистрировали, например, у себя, а сюда приезжали по работе. Но мы видим, что в основном сосредоточение гаражей – это центральная часть города, причем не вся, а в районе Лиговского проспекта, Литейного, кусочек Невского от вокзала до Фонтанки, и современная улица Марата и Рубинштейна. То есть именно вот этот кусок, гаражи не расползаются ни на эту часть города, ни в центральной части, в пределах их практически нету. Понятно, что за обводным каналом их тоже нету, на самом канале очень мало, и в основном это гаражи предприятий, которые здесь находятся. Соответственно, вот эта промзона тоже в гараже предприятий, как и на Васильевском острове. На острове вообще располагается крупный, например, гараж только один. Ну, понятно, Выборгская сторона вообще пустая. И Петроградка, она заполнена гаражами, но тоже мы видим не везде, а именно исключительно по Каменноостровскому проспекту и близлежащих улиц, только здесь они сосредоточены. Ну, это связано с тем, что, во-первых, строительство моста способствовало проникновению туда автомобиля, и плюс, если мы вспомним, что в начале 1910-х годов самые фешенебельные доходные дома располагаются именно по Каменноостровскому проспекту. То есть идет бум строительства многоэтажных домов и с ними гаражи, естественно, потому что те люди, которые могут снять себе, позволить квартиру в доме Бенуа, конечно, могут позволить себе владеть автомобилем. Это логично, это естественно. Понятно, что таких комплексов гигантских нет в этой части города, она уже застроена, и даже если появляется какое-то доходное домостроение десятых годов, оно не такое масштабное, и квартиры там не такие привилегированные и архитектурно, и насыщенно техническими всякими средствами, как именно на Петроградской стороне. Поэтому наибольшее количество гаражей именно в этой части города. Первоначально, можно так сказать, мы сейчас пойдем от гаража маленького к гаражу большому, и от гаража на Петроградке к гаражам других районов. Ну вот первоначально, если человек покупал себе автомобиль, в основном это, естественно, обеспеченная публика, это либо чиновники, либо буржуази, либо офицерская прослойка, ну также врачи, юристы, ну те, кто мог себе либо по работе позволить, им необходимо было для разъезда, либо просто ну ради интереса, для участия в гонках, для красоты, почему бы нет. Потому что передвигаться на автомобиле, как мы сейчас, сели, например, и поехали в магазин, поехали на работу, было проблематично. Во-первых, за рулем всегда сидел шофер, который возил человека, своего пассажира. То есть очень редко кто-то сам мог ездить на машине. Плюс еще были те, кто обслуживал, мастера, которые чинили, собирали, разбирали, ну то есть автомобиль был достаточно таким еще сборно-разборной конструкцией. И еще он не совсем был самодвижущимся, мы потом об этом поговорим, все-таки человеческое воздействие в нем было сильно. Поэтому проблематично было, если ты выезжаешь из собственного дома, как, например, Набока вспоминают в других берегах, когда его шофер возил в училище. Не с одного конца города, на другой. Если вот человек ехал с одного конца города на другой, он не мог там оставить машину, как сейчас на улице припарковаться или там в магазин, заходить в подземную парковку. Просто не было. То есть шофер вез своего как бы пассажира и возвращался опять назад и к определенному времени приезжал опять за ним. То есть не было таких маятниковых поездок, в театр никто тоже не ездил. То есть привозили, оставляли пассажира и возвращались назад. Это вот для России было характерным до практически весь период даже советский. Потому что, например, чем отличается от Европы? В Европе строятся гаражи, большей частью, наоборот, где человек живет, а где он прикладывает свой труд и куда он едет. То есть рядом с театрами, рядом с стадионами, рядом с цирками, рядом с крупными магазинами, рядом с большими офисными центрами. И именно там людей больше, соответственно, там нужно и делать вот эти коммерческие гаражи. Они там и возникают. В Петербурге практически такого нет. То есть гараж привязан к дому владельца практически. Ну вот такие появляются пристройки одноэтажные на один автомобиль. Такие маленькие боксики. Обычно они располагались в третьем дворе, то есть не в первом, не в втором, а вот в третьем. Если он есть, то именно там, чем дальше, тем лучше. Соответственно, рядом часто располагалось жилье для шофера. Вот тут действительно эта квартира, она имеет вход. Вход в этот бокс там есть, ну, сейчас нет, раньше был. И автомобиль здесь хранился, и шофер здесь жил. То есть все было вместе, шофер от автомобиля был неотделим. То есть он всегда им управлял, всегда был с ним, они были всегда неотделимы друг от друга. Вот следующий такая ступень развития гаражей, то есть от одноэтажного бокса на одного человека, на владельца, возможно, дома, появились много боксовых гаражей для остальных жильцов дома. Тех, кто не владел квартирой, вернее, домом, собственно, а снимал, например, жилье, и ему нужен был автомобиль где-то хранить. И для таких как раз запросов и появляются вот так называемые боксовые встроенные гаражи на первых этажах жилых флегелей дальних. Это вот дом Бенуа на Каменостровском проспекте. Вот мы видим, что вот здесь располагаются, например, эти боксы. Часто это тоже были какие-то технические уже флегеля, то есть там практически не жила публика, которая снимала за собственные деньги квартиры. Здесь в основном жили обслуживающий персонал, то есть дворники, прачки, истопники и технический персонал именно вот в этих флегелях жила, поэтому там как раз располагались вот эти автомобильные боксы. Следующий тип уже развития гаражей постепенно, когда не на первом этаже появляются боксы, а это отдельно стоящее здание. Оно может быть одноэтажное либо двухэтажное, но также расположено в дальнем дворе, то есть доходный дом стоит на главной линии, а гараж расположен во дворе. Это, как мы уже видим, это типично очень для Петербурга, когда гараж всегда скрыт от глаз, то есть он никогда не выходит на красную линию, никогда не выходит на фасад улицы, он всегда скрыт. Это тоже очень, например, отличительная черта тех же, например, немецких гаражей или американских, где гараж наоборот выходит на красную линию, потому что это реклама, реклама автомобиля, реклама фирмы, реклама новой технической новинки, и это красиво. В России нет, в России гараж это что-то вот действительно конюшня, каретник, то, что должно было скрыто быть в самом дальнем дворе. Ну, вот такие боксы сохранились на малом проспекте Петроградской стороны, но вот, к сожалению, они выглядят не очень сейчас, ну, как и все, естественно. Второй этаж не был построен, лицевой фригель тоже не был построен, то есть, ну, сейчас мы видим прямо с проспекта, можно наблюдать вот эти боксы. Второй этаж строился часто именно как квартира для обслуживания персонала для шоферов и механиков, то есть, они жили на первом этаже, хранились автомобили, а на втором как раз жили шоферы. Это было очень характерно. Вот другой такой же пример. Первый этаж с боксами и второй этаж технический. Это несостоявшийся фасад, вот он, здание не было построено, примечательно тем, что это работа Щуко. Это один из домов Маркова на Каменостровском проспекте, который не был построен, то есть два дома построены, а на месте третьего, который предполагалось строительство в четырнадцатом году, сейчас Советский институт, на ходе здания Советского института, и вот вместо него должен был быть третий доходный дом Маркова, ну, не третий, Марков уже получается, он четвертый, но третий, вот совместная работа с Щуко, но, к сожалению, вот этот проект не был сделан, а так бы мы имели гараж работы великого мастера. общественные, ну, если так назвать их, условно, общественные гаражи коммерческие, которые, например, предоставляли место для сторонней публики, которая прижила в таком доходном доме, где не было возможности построить или снять гараж. Тогда они просто обращались в коммерческие структуры и снимали там себе бокс и хранили автомобиль там. Ну, вот такие объявления о гаражах можно найти в специализированной прессе того времени, десятых, девятисотых годов. гаражей были не только местами стоянки автомобилей, но там же происходило, естественно, их технический осмотр первичный, их ремонт. там же можно было продать свой автомобиль, купить новый автомобиль, сделать на него кузов, потому что машины в то время приходили из-за границы именно как шасси, на которое уже владелец надевал собственный кузов, как он хотел. Хочет такой, хочет такой, закрытый, открытый, черный, красный, зеленый, с мягкими сетениями, нет. Все, что ему хотелось, он мог заказать в экипажном мастерской и любой кузов могли надеть на то шасси, которое владелец купил. Ну, можно было покупать сразу, как и сейчас, то есть уже полностью готовые автомобили. Ну, а такие гаражи предоставляли весь комплекс услуг, для своих арендаторов. Ну, вот на Каминостровском проспекте также еще располагалось несколько гаражных фирм. Вот название мы видим «Авторемонт», «Гараж», «Магазин», «Контора», «Склад» — это все вместе. В основном мы видим, что это, если смотреть на архитектуру, то это либо стилистика модерна, либо неоклассика, то есть те направления, которые были в тот момент и были востребованы. То есть гараж в русском стиле никто не строил. В основном действительно модно, то, что может привлечь внимание, более-менее, да, потому что мы видим, что это дворовые постройки, но и то это должно было быть стилистики дома, возможно, которые выходят на красную линию, чтобы все это не диссонировало. Мастерские были разные. Мастерские были как, не гаражи, как, например, выбирали в себя несколько торговых марок, разношерстные автомобили, а могли быть какой-то определенной марки, например, «Бенц», например, мы видим потом «Сканию», «Воксхолл», то есть они были специализированы. То есть человек покупает автомобиль этой марки, и он может хранить его в этом гараже. То есть не хранить в каком-то другом, а именно специализированном. Таких было достаточно много, в основном даже я бы сказала, что именно вот таким образом осуществлялось хранение. Ну вот, например, можно увидеть, это несохранившийся «Бенц» гараж на Малопосадской, и там теперь посадские бани. Вот они прямо стоят на месте этого здания. Конторы, вот это фотографии, как внутри вот этого гаража. Вот эта часть, это вот этот флигель, а вот этот флигель, это вот мы видим такое единое пространство с колоннами и металлическими, оно кирпичное, и кровля, соответственно, с большими окнами, чтобы было много света, потому что ворота все-таки не давали такого большого площади освещения. А в гаражах нельзя было применять практически никакие источники света, кроме специализированных ламп, которые в металлическом таком кожухе, чтобы, не дай бог, если они керосиновые, да, они не расплескались. Соответственно, только электрический свет, но если его нету, да, нет возможности, то как только делать большие площади остекления и ворота, соответственно, тоже старались делать именно с ставками из стекла, чтобы свет хоть как-то проникал, потому что пробить такое большое количество площади было необходимо. Ну вот мы здесь видим бензинохранилище, которое располагалось во дворе, в подвале, как правило, это были специальные такие ямы, колодцы для хранения бензина, металлические, куда просто он наливался, и оттуда он выкачивался постепенно. Были разные системы вот этих бензинонасосных таких маленьких станций. В основном Мартина Гюннеке была ганноверская фирма, которая занималась и считалась наиболее безопасной, потому что бензин – это сейчас мы практически с ним не сталкиваемся. Тогда бензин – это был просто жидкость, он продавался в аптеках, в банках, в канистрах. То есть можно было пойти в аптеку, купить там канистрочку пятилитрового бензина, пойти с ним домой, налить бензобак, ведрами он возился. Ну, то есть он был опасен, это знали, но еще никак не придумали, как его хранить. Еще Шухов не забрел резервуары для хранения там нефти и хранения бензина, так чтобы это не уходило в землю, потому что когда была проблема, как прокудился колодец и бензин в землю ушел. Ну вот, да, такое в начальном этапе бывало. Постепенно из гаражей, вот из таких боксовых, где каждый автомобиль хранится отдельно, становились манежными. То есть преимущество манежа тем, что там могут храниться сразу больше автомобилей, соответственно, меньше стен, больше автомобилей туда вмещается. Открытое пространство автомобиля могут маневрировать, внутри ездить, как они хотят, условно, да, то есть они не стеснены стенами. Но в то же время с пожарной точки зрения это опаснее, потому что если сгорается один, сгорают все. В боксовых такого нет, сгорел один бокс, другие не сгорели боксы. Поэтому практически такие вот манежного типа гаражи не использовались для частного транспорта, а исключительно, если это коммерческий. То есть либо это какая-то фирма, которая имеет у себя, например, 15-20 автомобилей для развода какой-нибудь товаров. Например, общество Треугольник, оно имело вот такой гараж. Почтовые автомобили могли тоже в таких храниться, потому что это все-таки одно ведомство, одна организация, и тут особо следить за сохранностью вещей и документов внутри автомобиля нет такой нужды. Ну и также часто такие простейшие манежные формы использовались для каких-то сборочных мастерских, чтобы починить, что-то сделать. Это было в порядке вещей. Ну вот такие здания легко приспосабливаются под какие-то иные нужды. То есть был гараж, стал магазин. Ну и все отлично. Ну вот это можно такую ремарку сделать. Это не здание гаража. Первоначально это действительно бывшие каретники, но это гараж российского автомобильного общества «Наша Полярная улица», который здесь возник в 1903 году, просуществовал немного. Позднее сюда въехал автомобильный завод «Леснар». Но здания сохранились. Немного сейчас выглядят не так привлекательно, они обшиты. Но тоже видно, что вроде это и не манеж, и не боксы. То есть вроде въездов много, а пространство все равно одно. Но, опять-таки, так как это гараж общества, и все-таки в члены российского автомобильного общества было не так легко попасть, и понятно, что сохранность вполне могла обеспечиваться именно вот не пожарной безопасности, а самих физического наличия автомобилей вполне и в таких помещениях. Ну вот тоже интересный гараж и рекламное объявление, которое удалось идентифицировать вместе. Что остается гараж на 11 автомобилей, центральное отопление, наверху 10 комнат для шоферов. Действительно, вот сейчас заложены это бывшие боксы. Здесь их как раз там 10, ну вот на 11 автомобилей, и комнаты, так и общежития, серия коммунального типа для шоферов. То есть тут комнаты, а там длинный коридор, ну и вход был сделан. Сейчас это, по-моему, подстанция тепловая, ну и тоже он эксплуатируется. А вот это интересный такой, можно сказать, обратный пример, когда это был гараж. Вот мы видим, что это гараж. Но в 911 году архитектор Георгий Косяков перестроил это под театр маниатюру. То есть еще до революции гаражное помещение обрело как бы другую функцию, иную. Если обратить внимание на принадлежный, это гараж Фокина. Это брат Михаила Фокина, и он даже писал Александру своему брату, что не хочу заниматься автомобилями, не открыт ли мне театр. Ну, решил открыть. И вот возник театр-миниатюр вместо гаража. Тут, кстати, видно, что кроме фасада все осталось прежним. То есть вот главный въезд, он виден здесь. И вот три окна, вот по три с каждой стороны. То есть все сохранилось, кроме фасада все на месте. Так что гаражи не всегда могут быть какими-то грязными, страшными. Нет, они потом могут быть вполне приличными местами. Ну, вот английский мастерский Vox Hall появились уже практически на заре войны. И просуществовали недолго. Это вот единственный крупный гараж на Васильевском острове. Он тоже сохранился. Его немного обкарнали. Почему это он? Ну, вот под трубом они абсолютно совпадают и остались на этом здании. Ну, вот эта часть утрачена. Вот здесь был медицинский центр. Это было представительство марки Vox Hall. Здесь автомобили и хранились, и обслуживались, и хранились те, которые еще не продались. Представительство Vox Hall было в доме Мертенса на Невском. Собственно, та часть не где Zara сейчас, а где ресторан там есть. Вот это и было представительство марки Vox Hall в Петербурге. То есть туда загонялся в эту большую витрину автомобиль, и он вот смотрел на Невский, на проходящих. Но мастерские были достаточно далековато. Подошли к одной, ну, завершили такую часть про одноэтажные гаражи, и сейчас проговорим про многоэтажные. Это было естественное развитие гаражестроения, потому что машин становилось больше, участки земли дороже. Соответственно, хранение должно было уже осуществляться в несколько этажей, чтобы автомобиль на этот участок, ну, как и доходные дома, тот же принцип, влезало как можно больше. И первые такие многоэтажные гаражи, их было два в Петербурге, это экипажные автомобильные фабрики Карла Крюмеля. Он немецким подданным был, где-то в начале девяти сотых они с женой приехали в Петербург, и до революции прожили здесь. Построили два гаража, у них была большая семья, кто-то потом после революции, ну, уже во время Первой мировой войны они были депортированы все в Сибирь, как немцы. Кто-то уехал назад в Германию, потом в Америку, кто-то вернулся в СССР и остался. Ну, то есть потомки сейчас живы и в Америке, и где-то в Петербурге, но вот петербургские, к сожалению, не выходят почему-то на контакт. А американские, да, вышли, и прислали фотографию Карла Крюмеля, потому что до этого она была неизвестна. Интересная, сразу скажу, типология многоэтажного гаража, ну, как мы, если современно представляем, в основном многоэтажный гараж сейчас это гараж, где вертикальное перемещение осуществляется с помощью рампы въездной. То есть автомобиль едет по рампе и попадает на какие-то этажи. Если это двухэтажные гаражи, то это может быть пандус, то есть на полэтажа, например. Ну, один так немного заглублен в землю, а второй чуть поднят и вниз и вверх. До революции в России ни рамп, ни пандусов не делали. Это не связано с тем, что автомобиль не мог преодолеть, например, такой большой подъем. Нет, он вполне мог это сделать, но строительство рампы было дорогим. В смысле, что рампа дорогая, а земля, на которой она стоит, она дорогая, но она не может приносить доход. Соответственно, рампы до революции не делали, а делали лифты. То есть это были вертикальные перемещения осуществлялись с помощью грузовых лифтов. И до революции были очень распространены автоматизированные гаражи или полуавтоматизированные. Когда, например, вертикальное перемещение с помощью лифта, а горизонтальное с помощью катучих, тележек. Вот самый известный гараж, это французский Auguste Perret построенный по такому принципу. То есть автомобиль въезжает, попадает на круг поворотный, потому что участок маленький, гараж, маленький автомобиль. Вот физически он тогда не мог так разворачиваться, как сейчас. Так бойко, у него колеса так не поворачивались на большой градус, а не там чуть-чуть только. Поэтому он не мог развернуться. Поворотный круг поворачивал, закатывался автомобиль в лифт, поднимался. Дальше подхватывала его какая-нибудь там катучая тележка, везла и вставляла в бокс. Элементарно. Сейчас, в 21 веке, это кажется нормальным, и такие гаражи как бы присутствуют. Есть, в основном, в Японии, наиболее высокотехнологичной стране. Но тогда это было нормально, то есть что машина сама уже двигается, запатывается в гараж. И здесь как раз машина воспринималась как нечто недвижимое. То есть катучи тележки, лифты, всякие кран-балки на нее воздействовали. То есть человек ее как бы сам хранил, сам ее на место хранения ставил. Это вот такая особенность дореволюционных гаражей, что все они с таким способом перемещения вертикального. Ну вот первый гараж многоэтажный появился в Москве на год раньше, чем кривелевские гаражи на Петербурге. Но он совершенно другой. Это гараж акционерного общества экипажно-автомобильной фабрики «Вьена». И это здание кирпичное на металлическом каркасе. То есть это такой промышленной архитектуры металлический каркас с заполнением кирпича. Внутри колонны металлические и лифт, который перемещает автомобиль по этажам. Тогда была норма и здесь это, и у Крымеля это будет то, что в подвале хранится. Например, покрышки. Каждый бокс, стоянка для автомобиля насыщена собственной бензинной станцией. То есть из центральной бензин закачивается прямо на место хранения. И также водой, мойкой. То есть все было вот до такой степени. То есть не надо было ехать и где-то заправляться. Прям стоишь и заправляешься. Это было, как бы, считалось тогда нормальным. Но гаражи Крымеля, они уже немного другие. Вот мы видим прошение Крымеля, которое обращается в городскую управу с просьбой проверить его гараж. Потому что построек это все-таки промышленный объект. И, соответственно, нужно было назначить комиссию за участковых архитекторов и инженеров. Вот Рашфорд тут выступает в качестве архитектора, который должны были проверить и выдать разрешение. Можно ли хранить автомобили? Нельзя. Можно ли там находиться людям? Нельзя. Потому что, так как это пожароопасные предприятия, можно сказать, там были тоже особые нормы и для нахождения людей. Чтобы не было там сквозняков, чтобы у рабочих там не оторвало руки, ноги, когда они пользуются какими-то станками и оборудованием. Потому что, понятно, квалификация была достаточно низкая и, например, шоферы шли кто угодно. Там есть, например, у меня встречались шоферы, не знаю, там, бывший там истопник, бывший там, не знаю, уборщик, бывший еще кто-то. Ну, то есть люди, которые даже никогда не управляли экипажами, возможно, с лошадьми. То есть, конечно, подготовка была очень плохая и в техническом плане. Права, конечно, выдавали им спустя какое-то время после прослушивания курсов. Но от этого техника безопасности у людей не всегда как бы они ее соблюдали. Ну, вот первый гараж Крюмеля, это в Ковенском переулке, это недалеко от площади Восстания, представлял собой четырехэтажное здание, где на трех этажах располагались вот такие боксы для охранения автомобилей. А на последнем была, можно сказать, шоурум для продажи автомобилей, там, покраски, перетяжки, кузовов, ну, вот в таком принципу. Ну, вот мы видим, фотография тут перевернута, поэтому не смотрите, чтобы она совпадала с этими. Автомобиль въезжал на первом этаже и, например, остановился уже в боксе, если это первый этаж. Если это второй, то он ехал до лифта, вот он здесь поднимался на лифте и закатывался в бокс, не типовые этажи. Мы видим, что каждый бокс оснащен жалюзями металлическими, это и для противопожарной безопасности как бы создано, и для вообще безопасности автомобиля, потому что, чтобы никто с ним ничего не сделал, когда тут проходит какой-нибудь чужой шофер и другим, там, хочется что-нибудь открутить. Нет, все было закрыто, изолирован. Мы видим свет электрический и вот эти трубы, это вытяжка, потому что все-таки автомобиль ездит. В России зима, холодно, приходится все равно открывать для вентиляции окна, но чтобы зимой не вымораживать, вот просто вот такие вытяжные вентиляции. Они будут сопровождать все гаражи, включая там даже советские, гигантские такие промышленные трубы, особенно если это грузовые гаражи, автобусные гаражи. Они, да, вытягивали воздух таким образом, либо, если невозможно никуда вместить эти трубы, просто на выхлопную трубу надевался шланг при въезде автомобиля в гараж, и автомобиль все время ехал с этим шлангом, и на выезде его отнимали как бы от выхлопной трубы. Ну, вот так своеобразно, ну что делать? Ну и вот на последнем этаже автомобили более спокойно стояли, потому что это демонстрационный зал, и здесь они покупались. Конструкция – это, как мы видим, железобетонный каркас. Стены были сделаны из пустотелых бетонированных блоков, то есть чтобы это было легко, но каркас уже абсолютно железобетонный, и это было нормой. Тогда это было нормой, это было последнее слово техники, это был последний материал, который тогда был изобретен. Он гнулся как угодно, из него можно все что угодно сделать. Это было мосты, промышленные объекты, канализации, всякие коллекторы, водоколлекторы. Он активно применялся, это было очень на высоте, потому что потом в советское время из-за дороговизны от него откажутся, и гаражи начнут делать из того, что под рукой было. Там кирпич и деревянные фермы. Например, в Москве гаражи 20-х – это деревянные фермы, которые, понятно, уже в 80-х снесли, потому что это все уже развалилось. Здесь нет, здесь было все сделано очень качественно и из качественных материалов. Ну, архитекторы фамилии неизвестны никому, Борис Михайлович Кириков тоже их не знает. Ну, это люди, которые подписали чертежи этого гаража, и все. Булштейн, по-моему, еще строил что-то, какое-то одно у него здание по-немецки, был просто техником и занимался, по-моему, керамическим производством. То есть это наводит на мысль, ну, что эти люди не могли построить, придумать это здание, а просто их подписи были куплены, потому что они имели право на… право подписания тех зданий, которые идут в постройку. Возможно, эти проекты составляли какие-то другие люди, которые либо не имели права на постройку, значит, скорее всего, это, возможно, были иностранцы. Возможно, это был иностранный проект, если мы вспоминаем, что Кремль был немецким подданным, он часто ездил по воспоминаниям от правнука в Германию для отдела фирмы своей собственной. И не исключено, что этот проект может быть какой-нибудь немецкий, но, естественно, он не мог построиться здесь с немецкой подписью, поэтому нужны были какие-то отечественные архитекторы, которые бы согласились это подписать. Ну, вот в Берлине, к сожалению, не находится что-то подобное, но, может быть, был, все-таки там большой пласт утерян архитектуры. Нельзя исключать, что будет еще что-то найдено. Ну, вот гараж, он практически до, ну, буквально последнего времени еще был с нами, был жив. Это вот само здание гаража. Ну, мы видим тоже такую промышленную растекловку. Это вот балкон там, где находился шоу-рум. Вот сохранялись эти боксы даже. Сохранялись закрывающиеся. То есть, да, уже жалюзей нет, но створки есть. И вот это административный корпус, который был пристроен к гаражу. Ну, и какие-то другие строения, которые находились на участке. Доходного дома на красной линии там тоже не было никогда. Его так и не построили. То есть, проекты были закрыть его, но так и не случилось. И в итоге все даже советское время простояло вот открыто. Здесь находится костел Лурской Богоматери. То есть, территориально оно прямо вот здесь. То есть, у них была граница, прям общая стенка, можно так сказать. Но, да, вот он, к сожалению, снесли его не так давно. Снесли как бы административный корпус, но гараж. Вот он гараж, вот он туда уходит. Так он является памятником, его оставили. Но оставили только коробку. То есть, выдрали все. И столяр на оригинальном заполнении, и лестницы, которые там сохранялись. И створки лифта там даже сохранялись. То есть, все было на месте. Но все это было выдрано. Вот видно, что доходный дом так никогда не возник здесь. Были какие-то небольшие строения. Ну, вот так их и не жалко. Снесли и не жалко. Но вот административный корпус, конечно, несколько жалко. Потому что стало немного не очень понятно. Тут вроде возник по красной линии бизнес-центр, который вроде как… Все-таки красную линию продолжает, которая не случилась. Но гараж стал вообще не просматриваться. Его даже не видно с переулка. Ну, то есть, со двора, когда если бы идти. Причем не в соседний, а через несколько. Его совсем не видно. Плюс они подняли уровень одного этажа. И в итоге он стал совсем каким-то таким небольшим трехэтажным. То есть, двор поднялся, и он совершенно недоступен. И не функционирует как гараж. То есть, тут есть, конечно, паркинг подземный. Но это собственный. То есть, этот они используют исторически никак. Ну и, соответственно, все утеряно. И немного странно, если учесть, что это статус памятника объекта имеет. А фирма, которая занималась постройкой этого гаража, то есть, вот именно «Лила Бетон». Это товарищество асфальтово-бетонного завода «Бодо Эгисторф». Фирма, которая специализировалась именно на железобетонных работах. В основном это были какие-то либо колодцы, канализационные, водопроводные, но также и архитектурные. То есть, она делала элементы. Это вот здание фабрики «Скороход» обувной. Это немецкое посольство Беренса. Но это не все здание. Там лестница. Там есть железобетонная лестница. Парадная фирма делала ее. И павильон, собственно, это работа архитектора Ильина для выставки архитектурно-строительной, которая проходила на островах. Не помню в каком году. Восьмой, по-моему, девятый. Где-то так. Самона находилась на Петровском острове. Там сохранились до сих пор кое-какие корпуса от фирмы. Можно предположить, что, например, проект мог быть разработан и этой фирмой. А Эльбовштейн и Больницкий просто подписали. Потому что общество занималось достаточно серьезно именно изготовлением бетонных и железобетонных конструкций. Вот, например, в каталоге фирмы мы встречаем, опять же, гараж. Это, понятно, это бетонированные блоки. То есть у нас блоков собран такой блочный. Но если они делали такое, почему они не могли сделать гаражи, например, Крюмеля? Этот гараж, к сожалению, не сохранился. Это угол между улицей Найковского и нескольким проспектом. Сейчас в дворах. Там, говорят, в советское время была какая-то кафе типа Лакомки. Но вот где-то в 90-х, в начале, может быть, 80-х оно было утрачено. Но вот располагалось в гараже. Ну, сейчас там вообще пустыд в этом месте. И также Бодуя Кесторф занималась постройкой гаража для автомобильной роты. Это на Семеновском плацу. Да, это не очень красивая фотография и постройка. Но это здание – это оно же. Но просто это торец, который мы не видим. Вот он здесь проходит. Переулок как раз. И вот этот фонарик, вот он есть. Соответственно, вот эта такая модерновая входная группа, она вот прямо вот с этой стороны. То есть это все сохранилось. Внутри, не знаю, как там сидят какое-то НИИ военно-промышленное. Но здание, все автомобильные школы, автомобильные роты в подъездном переулке – это прямо за Витебским вокзалом. Они все сохранились. Они известны по-разному. Они известны как автомобильная рота и автомобильная школа, а также людьми, которые там работали, служили. Потому что самые, можно сказать, на слуху известные представители автомобильной роты и школы – это Брика Маяковский. То есть Маяковский там отсиживался во время Первой мировой войны. Как он пишет свою автобиографию, так не хотел идти, что нанялся рисовать автомобили. Действительно, он прослужил там, рисуя автомобили. Хотя рисовать он сам не умел, но научился, вот как он пишет в автобиографии, за несколько дней до того, как пойти на службу. Но Брик был его начальником. Соответственно, потом они вместе и уехали в Москву. Но, возможно, любовь Маяковского к автомобилям, как ни странно, произошла где-то вот в этих зданиях. Потому что мы знаем этот желтый Рено для Лилии Брик, который он привез из Парижа на гонорары, на котором он пытался путешествовать из Ленинграда в Москву. Известная фотосессия Родченко. Вот не исключено, что все, любовь зарождалась здесь, к автомобилям. Ну вот, так отступлю от гаража Крюмеля и покажу такой интересный, это берлинский гараж, достаточно крупный. Как мы видим, это все здание, это все гараж. То есть вот пять этажей с мансардой гаража. Чем оно интересно, например, отличается от гаражей Крюмеля? Тем, что въезд находится вот прям так с улицы и всегда, например, в берлинских гаражах это будут три арки. То есть въезд, выезд и въезд в подвальный этаж, чтобы никогда не было пробки внутри, было тиркулярное движение. К сожалению, в Петербурге такого никогда нет. То есть всегда вот одна арка как есть, все в нее. Уезжаем, выезжаем, через нее только все происходит. Здесь нет четкое разделение. Лифтовые шахты, вот их несколько расположены. И этажи также дифференцированы. То есть первый этаж – это стоянка. Чем выше, тем, значит, какое-то производство, покраска, уборка, малярная мастерская, хранение чего-то. Ну такой офисный центр для машин, можно сказать. Все там с ними происходит. Ну вот он сейчас не эксплуатируется, но там просто офисный центр находится, переделан. Но внутренняя начинка там тоже оставлена. То есть никакого вмешательства, никаких капитальных стен нет. А некоторые этажи так и оставлены таким, можно сказать, open space. То есть можно по ним ходить. Второй гараж Крюмеля возник уже в районе Каменастровского проспекта. И он, конечно, это самое-самое, что, мне кажется, было построено до революции из гаражей. Он круглый. Мы сейчас посмотрим план. Но вот тут тоже видно, что он круглый. То есть у него форма такого цилиндра. Это фотография строительства. Это каким он был недавно еще. Потому что сейчас он тоже выглядит несколько не так. Постройку тоже ввела компания Воду Эгисдорф. Чертежи подписаны Болотникову. Гражданским инженером. Но проблема в том, что он не окончил обучение в институте гражданских инженеров. Его отчислили. Но именно в 13-м году, когда строился гараж, он был сотрудником фирмы Бодо Эгисдорф. И его подпись стоит на чертежах. Он больше ничего не построил. И судьба его неизвестна. Он с Украины происходил. И, возможно, он туда и вернулся после эволюции. Но вот никаких тони после постройки него нет. Только вот численность сотрудниками фирмы. Тоже интересно, откуда такой необычный проект мог появиться. И у Крюмеля, и у Подэгисдорф. Непонятно. Гараж круглый. Абсолютно. Гараж четырехэтажный с лифтовой шахтой. Три лифта. Каждый лифт ведет на свой этаж. То есть никак сейчас кнопочка не нажимается на первый, второй, третий. Нет. Один лифт ведет только на второй этаж. Один только на третий. Один только на четвертый. Понятно, что на первом этаже лифт не нужен. Фундамент вот такой необычный. Строительство гаража вообще. Его построили за несколько месяцев. То есть залили фундамент и возвели уже собственно весь гараж. Крыша была плоская и со скатом вниз. Ну то есть в центр здания. То есть не как сейчас вот такая крыша. А вот так вот. Для того чтобы сточные воды уходили в само здание. Как например в Зингере. Там тоже нету. Стоп происходит не наружу, а вовнутрь. Потому что крыша теплая. Соответственно она подтапливает снег. И он идет по теплым трубам вниз. И соответственно сразу подключен городской канализации. Ну и ливневки. И туда сливается. То есть это был такой ноу-хау. Ну можно было эксплуатировать крышу как угодно. То есть только шахта вот лифтовая она выделялась. К сожалению уже в двадцатые годы. Когда здание стояло неотапливаемое. Прорвало просто эти трубы. В зиму попала вода. Ну лед разорвал. В мороз. И перестали эксплуатировать. И в конце двадцатых нам отстроили кровлю. Уже такую нормальную. Классическую. Там во время первой мировой войны располагалась. Ну из один из штабов автомобилей. Автомобильных там. Всяких род. Ну в советское время здесь был таксомоторный парк. Вот мы видим что Волги вполне въезжают в эти лифты. Ну возможно они уже были не крюмелевские конечно. Посовременнее. Вот так они стоят. Вот как мы видим в этих гичейках. Ну уже не было конечно. Никаких закрывающихся ставен. Этих ролл ставен. Но во всяком случае автомобили сохранялись. Вот мы видим опять для отвода выхлопных газов. Здесь. Правда уже такие современные. И на всем участке был таксомоторный парк. Но потом он оттуда съехал. Новшеством вот этого еще гаража Крюмеля было еще то, что он строился вместе с жилым домом. Предполагалось сначала построить два жилых дома для семейных шоферов и обслуживающих персонала. И для одиноких. Вот такой казарм. И мастерские. Построили только казарму. Вот она на плане и вот она здесь есть. Дом для семейных рабочих непонятно построили или нет. Потому что он вот этот корпус, который идет перпендикулярно по улице. Он вроде похож на то, что он такой недовершенный дореволюционной постройки. Но окна там другие несколько на чертежах. Но там деревянные лестницы. Как будто вот не доделали и бросили. Ну вот непонятно. И мастерская. Из дома был проход прямо в мастерскую и соответственно в гараж. То есть не надо было никуда ходить, оббегать. Нет, все было можно пройти в достаточно такой большой холл. И все эта коммуникация осуществлялась. Но, как мы видим, да, это единственная арка, которая ведет на улицу с улицы. То есть достаточно движения не сказать, чтобы предполагалось интенсивное. Потому что если автомобиль, а гараж рассчитан на 120 автомобилей. Вот они въезжали в единственную въезд. Они должны были попадать и также выезжать. В советское время вот эти тоже пробили, сделали въезды. Потому что три лучше, чем один. Но, как эксплуатировался один, не очень понятно. Тем более участок мы видим тут достаточно узкий. Потому что в советское время вот эта там была мойка. Ну, тоже эксплуатировалась таксомоторным парком. Но до революции нет. Это был другой участок другого владельца. Поэтому сложно сказать, как это было вживую. Но 120 автомобилей как-то должны были все-таки действовать. Но вот это его реконструкция на гаража. Сейчас здесь бизнес-центр. Все было бы ничего, но они могли бы строить это как гараж. Сейчас стали так же. Потому что у них есть какой-то подземный. Но даже не это удивляет. Удивляет, почему здание, можно сказать, бестелевой архитектуры у нас пилястры поимело. Поимело карниз почему-то. Поимело скатную кровлю. Почему-то был надстроен аттиковый этаж. И такой сталинский ампир. Там Рустовка появилась на первом этаже. То есть из бестелевой архитектуры у нас появился здание сталинского ампира. Не очень понятно почему. Но, естественно, это как-то все от гаража уже мало что осталось. Внутри самое печальное то, что они выбрали лифтовую шахту, которая как раз и являлась таким ядром монолитного каркаса. И сделали там просто атриум. Ну вот, как они говорят, остарили кусочек, как будто это лифт. Но лифт же был не такой, не как сейчас пассажирский. Все-таки там было три грузовых. Но вот, к сожалению, внутренность достаточно сильно испорчена в здании. Если подумать, например, о типологии, откуда могли появиться круглые здания. Ну, вообще они были, да, это и Паноптикум Бентома известный. И это депо Николаевской железной дороги, которых несколько, да, круговые депо. И даже, например, военно-исправительная тюрьма на Новой Голландии, которому, собственно, тот же Паноптикум только вот реализованный. Принцип, да, принцип такого паровоза. То есть вот автомобиль въезжает, тут вместо поворотного круга были лифты. Он поднимается, и вместо паровозов автомобили он также становится в стойло. То есть это очень такая железнодорожная тема. Но, да, круглые гаражи были, например, они возникли, но позже. В 20-е годы в Берлине были построены два круглых гаража, но один из них был переделан из газгольдера. Они сохранились, к сожалению, после войны. Но газгольдерная тема сейчас вернулась там на обводном. Какой-то газгольдер сейчас переделали под гараж в шлом комплексе при новом строительстве. Там, да, парковка находится. Но чтобы дореволюционный опыт был такого круглого гаражостроения, вот ни разу не попадался. Странно. Ну, возможно, действительно, это откуда-то идет, из Германии. Но вот там такого не было обнаружено в 950-х годах. Такой, завершающий не нашу тему, но этот этап многоэтажного гаражного строительства не... Гараж, который не был построен, это 14-й год. Акционерное общество Суда Мотор и гражданский инженер Иларионов. Здесь опять Иларионов инженер странный. Он построил еще только два здания, но не окончил. В Петербурге они такие бестелевые коробки стоят сейчас. Больше ничего. То есть он не строил никаких промышленных, сложных промышленных объектов. Такие, которые могли, например, его привести к такому гаражу. Акционерное общество Суда Мотор – это такой трейды. Ну, если говорить современными словами. То есть ломбард. Приводится автомобиль, продается. И можно сразу купить, например, новый. Доплатив или наоборот вам доплатят. В зависимости от того, что нужно купить. Такие общества были. Было общество Суда Вагон, еще какие-то. Которые выдавали Суды по продажу каких-то вещей. Акционерное общество как раз и возникло в 2013 году. И хотело строить подобные гаражи по всей России. Ну, по всей России понятно, что это пальцы одной руки, что такое по всей России. Это Москва, Петербург, Харьков, Одесса. Ну, собственно, и все. Возможно, в Риге, возможно, в Варшаве. Это вот те города, где еще, возможно, было автомобильное движение. Вообще оно было. Потому что в остальных городах, если дай бог, был один автомобиль. А если пять, но это было уже шикарно. Тысячи автомобилей были только Москва, Санкт-Петербург, Одесса и Харьков. Это были крупнейшие города, где вообще замечены гаражи такие нормальные. И вот акционерное общество проектирует на Новгородской улице такую вот многоэтажную парковку. Фасад такой не очень, да, конечно, богатый. Но тут какие-то скульптурные группы предполагаются. К сожалению, их нельзя рассмотреть. Также конторский как бы флигель. Ну, главный корпус. И во дворе, соответственно, длинная такая парковка. Ну, вот это, можно сказать так, лицевое строение. Это вот тот флигель. Но вот между этими кадрами вот таких еще надо два или три вставить. То есть это очень длинное здание. И там на одном этаже около ста автомобилей было. То есть это гигантское количество. Около от 800 до 1000 должно было вмещать туда автомобили. Что уже так столько не было. Но, возможно, уже в 20-е могло бы и появиться. Но, естественно, лифтовые уже тут не по два, не по три. Тут уже шесть, мы видим, лифтов. И еще они где-то там в середине тоже есть. То есть лифтовой группы достаточно много. Опять никаких пандусов. Нет, всего этого ничего нет. Но самое интересное и загадочное, что здесь есть, это вот это сооружение. Не очень понятно, что это, но это очень похоже на гоночный круг. То есть это трибуны, возможно. Это лифт единственный, который здесь поднимает. И, возможно, тут что-то должно происходить. Это еще говорит о том, что тут очень много туалетов. Вот они видны. Соответственно, тут должно быть большое количество людей. Потому что если людей здесь не было, зачем здесь туалеты наверху? Нелогично, потому что отслуживающий персонал мог бы ходить внизу. Тем более, внизу как раз вся деятельность и была. А здесь они есть. А здесь наверху. Очень странно. Здесь видно, что действительно кровля металлическая такая. То есть она поднимает, она что-то должна закрывать с собой. То есть это очень интересный автомобильный трек на последнем этаже. Подобные проекты были в Америке. Но в Америке там не было треков в таком понимании, что тут там такая шпилька, автомобиль едет, тормозит, поворачивает. Нет. Это просто были плоские крыши. Потому что, например, компания Генри Форда, которая владела, соответственно, мастерскими, сборочными заводами, по всей стране у них были типовые такие здания в зависимости от города. И автомобиль на последнем этаже должен был проходить испытание. Ну, когда ты покупаешь, ты должен его обкатать. По городу нельзя было заниматься обкаткой новых автомобилей. Его обкатывали на плоской крыше, но обычно здания были квадратные. Поэтому там гонок никто не устраивал. Ну так, едет автомобиль, едет, хорошо. Ты покупаешь, а дальше уже смотришь, что с ним делать. Но здесь достаточно интересная такая вот конструкция. Подобные конструкции именно эллипсных, вытянутых форм вообще известны. Первое – это завод Фиат в Турине, в Ленготе. Это известный завод, который был построен как раз перед Первой мировой войной, потому что старые помещения в Фиатуре стали маленькими. Такие были действительно кустарные мастерские. 905-го или 3-го года они построили. Вот было построено такое здание с треком. Но последняя цифра строится в 23-й год, когда здание было открыто, непонятно, как каких годов мог возникнуть этот трек на крыше. Ну, здесь понятно, это автомобильный завод. Или, например, завод Chrysler в Буэнос-Айле. Это тоже 27-й год, и там есть испытательный трек на крыше. Или завод Империя в Льеже. Там не на крыше, но здесь как бы он и на крышах, и на земле. То есть первый, второй этаж. То есть никто не поднимает испытательный трек так высоко. Но все это заводы, а здесь вроде здание магазина. Не очень понятно, но вот такая загадка остается интересная для размышления. Такая вот часть интересная. Ее всегда обособлено делаем, потому что она должна рассматриваться скорее уже не как с гаражами, как такая политическая история России называется. Это комплекс гаража Николая Второго. Это целый комплекс зданий. Ну, мы говорим, тут уже не гараж как одно постройка, а гараж как автобаза. Такое хозяйство, потому что мы уже тут понимаем гараж именно в таком ключе. Построек несколько в разных резиденциях. Тут сразу надо сказать. Именно в тех резиденциях, где находился Николай Второй в определенный момент времени. Гараж в Зимнем дворце появился не первым по хронологии. Потому что Николай практически до 910-х годов не жил в Петербурге. Он жил либо в Петергофе, либо в Царском селе. Соответственно, гаражи появились либо в Петергофе, либо в Царском селе. И только после того, как семья переехала уже в Петербург, гараж появляется в Зимнем дворце. Это важно понимать, что гаражи тут исключительно вместе с перемещениями политическими Николая и его свиты. И, соответственно, в Ливадии. Если когда стал Николай и есть в Ливадию, соответственно, гараж появился и в Ливадии. Но мы начнем по сложности. Не по хронологии, а по сложности. Потому что иначе там будет всё по накатанной вниз катиться. Гараж в Зимнем дворце. Он сохранился. Он существует. Он эксплуатируется как гараж. Он красного цвета, таракотового. Потому что при последней реставрации, которая была недавно, его покрасили в оригинальный цвет. Цвет Зимнего дворца, как он был на 911 год. Зимний дворец был таракотовый. Красный был. Потом он уже в советское время стал бирюзовым, зеленоватым, голубоватым. Но он был красным. И поэтому гараж сейчас красным. И это так называемая гаражная западина. Её видно из перехода между зданием Зимнего дворца и Эрмитажем. В принципе, из Невы, если идти. С трудом можно так заглядывать. Его видно. Строил архитектор Крамской. Это сын художника Крамского, который был штатным архитектором Зимнего дворца. И вообще всё гаражостроение императорское – это были штатные архитекторы тех резиденций, где располагались гаражи. То есть это никакие не имена громкие или не громкие. Это просто вот сотрудники тех учреждений, где они работали. Хочешь церковь – церковь будешь строить гараж. Ну так гараж. Ну что нужно, то и строишь. Гараж был построен из, опять же таки, бетонных блоков. Вот они здесь немного остались. Реставрация оставили небольшую такую часть. И метлакская плитка был выложен пол. Гараж разделяется на несколько функциональных зон. Въезд, с той стороны выезд из гаража. Первая часть – это мойка. Это очистка автомобилей. Это их заправка, смазка и прочие технические чистки автомобилей. И дальше автомобили уходили уже на стоянку вглубь гаража. И с той стороны выезжали. Наверху фонарь верхнего света. Металлические конструкции делала фирма «Сангали». Здесь, на площадке, было беденохранилище подземное, закопанное. Я спрашивала у сотрудников Эрмитажа, но они вот не знают, что с ним стало. Мне бы казалось как-то опасно. Там должна быть большая полость пустая. То ли они в советское время, возможно, зацементировали просто. Не знаю, что там. Извините, пожалуйста, а это точно Эрмитаж? Это не Екатерининский дворец? Нет, это Эрмитаж. Это Эрмитаж двора? Да, это двор Эрмитажа. Два симметричных двора, если вы помните. Ну, не центральный, где вход сейчас, а вот те, которые к новому зданию идут. Это Эрмитажа. Кстати-то, окон Зимнего дворца можно увидеть. Да, да. Я лично сама видела. Они весь симметричный. В Западине одна гараж называется, другая кухонная. Кухня, там электростанции были, но вот электростанцию мы разобрали где-то в 30-е годы. А вот гараж остался. И, ну да, я говорю, что сейчас он эксплуатируется. Да, металлические конструкции делала фирма «Сангали». Ну, вот он такой простой гараж, очень похож на то, что делала Бодо и Кесторхи, показывала несохранившийся на Маяковском и Веневском проспекте. То есть вот такая небольшая коробочка. Но первый гараж появился одновременно в Царском селе и в Петергофе. К сожалению, в Петергофе он не сохранился, и графических материалов тоже пока не найдено. Поэтому, как он выглядел, непонятно. И архитектор тоже непонятен. Можно делать предположение, что это тот же, кто строил электростанцию, меняя, которая сохранилась. И на том месте был в советское время автобусный парк Петергофа. Сейчас его тоже там нету. Но вот это как бы намекает, что если автобусный парк, там был гараж, электростанцию делал, меняет. Ну, возможно, это как-то все сходится, но непонятно. А вот в Царском селе комплекс, это целый гаражный комплекс. Это три здания. И были еще постройки не капитальные, но они не сохранились. А вот эти три здания сохранились. Первый – это 1906 год. И это Данини, архитектора Царско-сельского дворцового управления. Это проект, это то, что сейчас было построено это здание. Но уже к 1910 годам, когда количество автомобилей так разрослось, что потребовалось строить другие здания, это здание просто уже перестроили. То есть еще тогда настроили, видно, они в другой покраске. Сейчас вот эти части, то есть второй этаж сделали полноценно. Но вообще Данини здесь узнается. То есть его любимый подфахверк строения, красный низ, фахверк как бы верхний этаж. На самом деле он деревянный, понятно, кирпич. Но все это очень по Данини. Здания строились как по ходу увеличения автомобилей. Сначала Николай не нравился ему ездить на автомобилях, он боялся. Но потом его уже соблазнили и родственники великих князья, у которых были автомобили и придворная свита. Это Фредерикс, Орлов, те, кто управляли министерствами императорского двора, конечно, ведомства. Николай все-таки согласился на автомобиль, прокатился, ему понравилось. И он решил, что надо купить. И начинается покупка автомобилей. И практически десять лет, да, с шестого, будем говорить, группы шестнадцатой, это приобретение автомобилей просто колоссальное. Колоссальные средства тратились именно на покупку автомобилей. Так что бюджет, конечно, трещал наладом. Тот, который был выдален для конюшной части, потому что сначала автомобили, конюшная часть распоряжалась ими, соответственно, с лошадьми, с конюшными. Постепенно начали что-то продавать, что уже стало не такое маломощное. Но покупались другие автомобили. И вот к десятому году уже у Николая в гараже было более 50 автомобилей, то есть 50 автомобилей. Но не на всех он ездил, лишь на нескольких. Автомобили делились, весь комплекс, на нескольких частей. Это автомобили, которые возят исключительно императора. Автомобили, которые возят свиту, который едет при нем. И технические автомобили. Это грузовики и автопоезда, которые возят, ну, соответственно, багаж, можно так сказать. Автомобили хранились в основном в резиденциях. То есть в каждой резиденции всегда хранился автомобиль, что еще как раз способствовало такому приобретению постоянному. Но когда Николай переезжал в какие-то резиденции, остальные автомобили, ну, как бы тоже довозили. Но какой-то базис там всегда был. Даже в Ливадии, куда он зимой там не приезжал, все равно автомобили там хранились, там были. И, соответственно, штат. Гигантские шоферов. На каждый автомобиль около двух шоферов надо было. Плюс обойщики по краю, маляры, уборщики там разных степеней. Ну, то есть это был колоссальный штат людей. И на покупку автомобилей, конечно, ходило больше всего из бюджета. Второй по времени строительство здания, это так называемый дом Адольфа Кегресса. Кегресс – это личный водитель Николая II. Он француз, хотя у него фамилия не французское имя, но он из Франции, он работал там на заводах и был приглашен в Россию для того, чтобы возить императора. До этого князь Орлов его возил. Ну, вот для Кегресса был построен дом, но он не весело занимал только на втором этаже одну часть, а другую занимали конторы, соответственно, самого гаража. И интересно это здание тем, что здесь такой брельеф есть с изображением гонок. Это интересный такой пример, потому что больше, можно сказать, не встречается, но вот что-то похожее, не скажу, что они одинаковые, но просто тема та же есть в Саратове. Как ни удивительно, на гараже Иванова и Соколова там тоже здание гаража перестроено из такого небольшого двухэтажного дома. И там тоже есть этот брельеф такой на автомобильную тему. Для России это вообще очень уникально, когда на автомобильную тему это сделано очень здорово. И третий гараж, который был построен в 13-м году, когда предыдущий уже не вмещал в себя все автомобили, так называемый белый гараж архитектора Миняева. Он сейчас не белый, но... И тогда он был не белый, но когда его начали строить, он был еще подготовлен к штукатурке и поэтому был белым. И его так и назвали белый гараж. Тут как раз испытательный саник крес, так называемый, проходит. Это был манеж, оснащенный тоже по последнему слову техники, автоматической мойки, заправки, подкачка шин, все что угодно. Абсолютно такое предприятие по обслуживанию автомобилей как бы в одном здании. Вот он сохранился. Там сейчас почти автомобили сельскохозяйственный факультет находятся, поэтому там велки, селки и прочие сельхозагрегаты находятся. Можно оценить это пространство внутри. То есть, действительно, это очень большой автомобиль. Располагали здесь, скорее всего, перпендикулярно, вряд ли под углом. Въезд с одной стороны был, въезд с другой стороны был. Какие-то технические помещения были тоже в боковых. Отдельно было вензено-хранилище построено. Были раньше, должны были быть металлические жалюзи, никакие не ворот. Вообще до революции чаще всего это были именно жалюзи. Потому что ворота надо распахивать. И зимой очень много тепла уходит, когда ты распахиваешь ворота. А жалюзи ты можешь немного приподнять, не до конца и сразу же опустить. То есть, это больше для теплосохранения. Металлические жалюзи и фонарь фермы. Это все делала фирма Сангали также. И вот такой же почти брат-близнец находится в Ливаде, в Ялте. В резиденции Ливадийского дворца в комплексе. Сначала там был небольшой гараж на два автомобиля. Но постепенно, когда семья начала ездить туда все чаще и чаще, и необходимо было большое количество автомобилей привозить. Вот был построен такой большой обширный гараж. К сожалению, сейчас он перестроен под жилой дом. Что очень печально, потому что тут пространство разделено на два этажа. И такие квартирки по 30 метров. Ну, гостиничного типа сделаны. Но, в отличие, например, от разных архитектора, в Царском селе и в Ялте делали здесь. Гущин, который в Ялте сделал все здания. Технические электростанции, гараж, водонасосные там станции. То есть, вот этот комплекс весь технического оснащения. Здесь он облицован местным камнем. В Царском селе он, конечно, штукатурен, потому что это все было очень дорого. Но суть, она очень похожа и такая же. Тут стоит оговориться, что такого комплекса зданий, как у Николая II, не было ни одной правящей династии в Европе. В Англии, в Лондоне это было небольшое здание на несколько автомобилей. Там, по-моему, три или пять. То есть, не больше. В Бельгии и в Голландии там тоже небольшое здание на два автомобиля. То есть, такого гигантского комплекса из шести, пяти, шести зданий не было нигде. То есть, это было колоссальное хозяйство, достаточно дорогое, дорогое в эксплуатации. Потому что автомобили постоянно ломались. Их нужно было еще возить. Они сами по России не ездили, естественно. Были специальные вагоны сделаны, так называемые вагоны, гаражи, куда автомобили ставились и по железной дороге уже отправлялись в какие необходимые резиденции или где там намечаются посещения Николаем каких-то городов, где-то там мест отдыха. То есть, нет, никто не ездил тысячу километров на автомобиле. Нет. Это и Набоков вспоминает об этом, и даже и так многие мемуаристы часто вспоминают, что нет, даже на дачу когда-нибудь там или в усадьбу сводителей на автомобиле нет. Платформа была, или специальный вагон арендован, куда автомобили складывались и ехали по железной дороге. А там уже, да, сгружались, и там можно было вокруг усадьбы кататься на автомобиле. То есть, нет. Вот автомобиль, как мы сейчас эксплуатируем, из пункта А в пункт Б практически до революции не эксплуатировался. Ну, а помимо гаражей, конечно, возникли уже и перед Первой мировой войной автомобильные заводы в России, в Петербурге, в Москве, в Ярославле и в Сибири. Это заводы, которые были построены, начали строиться после того, как началась Первая мировая война, и обнаружилось, что поставки автомобилей из-за границы не могут уже осуществляться, и необходимо было здесь собирать. Сначала речь шла именно о сборке автомобилей, то есть из машинных комплектов, и потом налаживание собственного производства. Каждый завод, естественно, под какую-то марку отдельную строился. Это русский Рено. В Москве это Фиаты. Бекас в Мытищах. То есть какая-то определенная марка. Но тут интересно просто тем, что завод Рено строился по проекту Бубыря, архитектора. Мы знаем дом Бубыря. Мы знаем, что в доме Бубыря во Флигеле есть гараж, два автомобиля. Бубыря был членом правления русского Рено. Поэтому здесь ничего удивительного. И в гараже стоял автомобиль Рено, естественно. Бубырь строит для Капустина дом на Фонтанке. И Капустина там хранит тоже Рено. Потому что он тоже сотрудник завода русский Рено. И это очень интересно, потому что, как и в любой области, все связано. Если Бубырь вдруг владеет автомобилем Рено, возможно, ему не просто нравится марка. Возможно, у него нечто большее за этим стоит. Как оказывается, что он входит в правление. В Москве, например, архитект гражданский инженер Лазарев, который построил многоэтажный первый гараж. Я вам показывала. Он строил доходные дома и особняки в Москве. Девяносто, наверное, пять процентов его заказчиков – это члены Московского автомобильного общества. То есть круг был настолько узкий, что архитекторы были, так скажу, придворные. То есть, если ты при автомобильном обществе, то, возможно, твои заказчики. Вот он, вот он круг. Вот он ты сам. Так и здесь ты делаешь весь комплекс. Ты владеешь автомобилем, а ты строишь для этой марки. То есть все это очень связано между собой. Да, вот это уже завершающий кадр. Это уже 17-й год, и это уже революция. И гаражостроение в Петербурге, к сожалению, на этом прерывается. Потому что вместе со столицей в Москву уезжают и автомобили вместе. Гараж Николая II весь уезжает в Кремль, становится гаражом ЦИКа, обосновывается там, в Кремле. И, соответственно, остальные практически все автомобили, которые не совсем там развалились во время войны, потому что очень было большое количество уже не эксплуатируемых, потому что запчасти невозможно достать. Ну вот, которые были не на там три, не десять лошадиных сил, а уже нормальные современные автомобили. Они тоже все уезжают в Москву вместе с правительством. И, соответственно, здесь уже гаражи есть, а хранить нечего, потому что нет автомобилей. И поэтому многие гаражи действительно переделываются под жилье, которое потом становится необходимым в 20-е годы. А после вообще частный транспорт, его нет в таком количестве, что необходимо такого большого количества гаражей. Понятно, что для коммунальных нужд, для грузовых, для грузовиков коммунального хозяйства, для автобусов, нужны уже другие пространства, потому что автобусы больше, грузовики шире, машины другие. Для них нужны другие помещения, они уже не влезают в эти. И для них, естественно, строятся уже другие комплексы гаражные. Потом появляются, как я говорила, не по гаражному строительству, и филиалы, и типовые какие-нибудь проекты. Но частные автомобильные транспорты просто не существуют легковой. Гаражи интуристы только приспособлены для хранения большого количества легкового транспорта. Потому что интуристы часто... И таксомоторные парки. Таксомоторные парки, да, там 100 автомобилей хранится отдельно. Там, конечно, уже своя специфика в советское время. Потому что, когда слишком большое количество автомобилей, нужно где-то хранить коммунальное хозяйство. Там, конечно, уже рассчитываются пробеги. Насколько далеко автобусный парк от маршрута автобусного находится. Также таксомоторные. Что они должны приходить в одно время, уходить в другое время. Что все автобусы практически сразу идут на линию. А такси, например, не сразу идут на линию. Там уже больше таких технологических процессов. Такого до революции не было. Потому что гаражей, где 100 автомобилей, их практически один. Там один, да, в Кремле на 50 несуществующих судомотор. То есть такого большого количества, конечно, не было. И было очень много разных марок автомобилей, которые необходимо было практически вручную ремонтировать. В советское время такого тоже не будет. Потому что к самоторной парке будут закупать автомобиль одной марки. И там уже будет действительно ремонт. Эти такой промышленные уже будут авторемонтные заводы тоже возникать. Чтобы именно вот ремонтировать все одной марки. И большого количества перестанет быть. Такая проблема тоже отпадет. Поэтому гараж стране, да, прервется. Но в 30-е годы снова возродится. Как бы, но уже таких крупных достаточно масштабов. Ну вот, спасибо вам за внимание. Надеюсь, я вас не очень утомила такой необычной темой. Именно про гаражестроение. У вас нет никакой информации, пример такого внутреннего устройства гаража? Типа там вот, как вот этот бенуар. Они же там до сих пор ездили? Ну там просто боксы. То есть, ну, дверки открываются. И там бокс на один автомобиль. Такое. Да, там они существуют. Да. Они и значения используются? Дом Бенуар? Да. Там, по-моему, какой-то Жигули стоял раньше. Ну вот, в доме Толстого на фонтанке Рубинштейна, к сожалению, нет. Там под жилье переделаны боксы. Но боксы сохранились, использовались по назначению на Каменностровском проспекте. Самый последний дом – это товарищество собственников жилья. И там, да, там 10 боксов или даже 15. И они эксплуатируются. Вот этот последний дом уже здесь. Там большой доходный комплекс собственников жилья, товарищество. И там оно, да, эксплуатируется. Точнее, укажите место выража на Малом проспекте Петроградской, то бишь, где-то Щоса. Моя Родина, я чуть не вспомню где-то. Какое место Щоса? Ну вот он здесь где-то находится. 33-й, возможно, номер. Дом 1. Прям первый дом. Я давно там не была, не знаю, может быть, уже ее снесли. Но вот был еще раньше, вот автосервис там был. Он не один, там 1А он, по-моему, называется на самом деле. Там рядом такой доходник достаточно крупный стоит с ним вместе. Щоса или Малый 1, да? Малый 1, да. Щоса. Ну ладно, здесь стоит. Я тебя забыл. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ